тут прославляем спасибо христос я когда разговариваю с мусульманами я говорю а вы такую книгу считали показываем они считают нет а у нас свой у нас своя книга коран я какая не вот это ли вот это кстати коран он полностью на арабском языке считайте что написано да у меня еще ни одного человека не встретилась который арабский знает а у когда мы были миссионерской поездки ночевали в доме мулы в азербайджане они считают по арабски очень развитые люди да но честно скажу вам как вас по имени общество игнатий тихонович как простите игнатий тихонович игнатий тихонович просто знаете как вам сказать но азербайджан у них немножко по-другому все описывается особенно в азербайджане у них немного отличается его знаете как это сказать они но иранцы если ближе так посмотреть а что нет и шииты разделяются они да вот они как раз таки шииты я например сунит но наполовину украинец вот а то что создают например сейчас многие вот молодежь соцсетях провокации это честно сказать не одобряю что в библии написано что и в куране практически много одинаковые но и у каждой книги есть там свет некоторые запреты и свои вот эти традиции и библию тоже читал как бы и знаю что там так как честно сказать не все помню но некоторые сейчас знаю и знаю главное различие в чем что для нас христос бога человек умер за наши грехи и вот будет пасха через три недели и мы говорим христос воскрес а кто рядом отвечает воистину воскрес правильно вот как в одной истории иуда продал христа за 30 серебряников а вот если бы а христи так а христи около 300 пророчеств было и они буквально исполнились если бы заплатили 29 серебряников или 31 это был бы не христос 600 лет это цена раба стояла на одном месте как только заплатили люди на завтра уже цены поднялись другие будут и дефолты здесь и кризис и все поможет скажите мне пожалуйста как раньше было при коммунизме жизнь а как как жили вот при коммунизме я прошел 5 тюрем за слово божие лагерь 26 лет меня давили мучили выкручивали вам вымораживали вот советская власть меня туда не тянет то есть получается как знаете если не ошибаюсь при коммунизме как бы был запрет верить в бога но некоторые все таки верили но верили когда не говорили никому это да но все таки при коммунизме жизнь я думаю было наверно лучше не чем сейчас раньше и заводы были нормальные и дома выделяли хотя бы правильно а вот смотрите я берусь что я бы из тюрьмы не вышел при советской власти а тут сразу реабилитация помилование второе мы строим православную деревню это категорически не разрешается мне господь позволил создать детский лагерь я 45 лет начальник мне бы не разрешили этого ни под каким видом дальше господь позволил мне написать 38 книг я развез их по всем библиотекам мира это тоже не разрешили бы у меня больше чего я по радио в университетах преподавал в милиции слово божие нес евангелие а при советской власти ничего этого нельзя было делать это голову хуже чем при гитлере но честно скажу знаю вам беднее знать просто вы старшие прошли больше чем я а вам сколько лет но честно сказать 24 но многие говорят почему то что мне лет 28 а мне сколько вы дадите сколько у меня за плечами то что там и господь меня сохранил книги на мы проехали шесть мусульманских республик шесть мусульманских республик проехали вы в каком месте живете на но на данный момент честно говоря в мусульманской республике но честно сказать это не мусульманская республика есть так вообще посмотреть мусульманская республика это является меркой вот где находится ислам вот это действительно наверное мусульманская а то что сейчас люди извините конечно лицемерят это не мусульманство. Это просто ложь. А ложь, даже сам пророк Мухаммад, саляку алейкум, он презирал лицемеров. И Христос, и пророк Мухаммад. Чечня. Чечня. Мусульманская республика. Чечня. Чечня мусульманская, может быть, республика, но, честно сказать, она делает просто, как вам сказать, она делает вид, что она мусульманская. Они построили город Грозный. Но, извините, а куда они дели остальные города в Чечне республики? Почему остальные города просто, ну, пустуют, как пустыни. Они реально просто гниют. Ну, поверь, мы сейчас поверь и говорим. Поверь и говорим. А Дагестан? Мусульманская? Блин. Дагестан, да. Тот, кто, как вам сказать, тот, кто искренне делает во благо Божие намаз, ну, молится, тот является мусульманом. Так, а Ингушетия, Ингушетия мусульманская? Ингушетия мусульманская, да, но она не относится к Дагестану, но это уже отдельная, как бы, республика, да. Она относится к мусульманству. А вот Северная Осетия, не скажу, там есть и крещеные, например, есть, которые мусульмане. Вот Северная Осетия больше не подходит на мусульманство. Это, знаете, то же самое, как и на Ингушетии, там тоже есть такое. А вот в Дагестане, например, и в Чечне крещеным мусульманином быть не может, потому что они, как бы, носят полумесяц. Хотя сам ни за тех, ни за других. Но, знаете, наверное, все-таки при коммунизме жизнь была бы лучше. Может быть, все-таки. Нет, я, знаете как, я не одобряю то, что они там запрещали там верить Бога и все такое. Я одобряю то, что тогда действительно была жизнь, и люди не знали, что такое кризис даже. У людей было все. У людей было жилье. У людей была даже общага, даже вот на это если посмотреть. Они имели хорошую работу, хороший достаток работы. Тогда даже и еда стоила копейки. А сейчас мы посмотрим на нынешние цены. На то, как люди разделяют людей на нации и не берут даже их на работу. Приезжают, извините, какие-то узбеки и таджики и отбирают у людей нормальную работу. А потом, извините, даже на строительство, если взять, после них приходят дагестанцы, чечненцы, но в основном дагестанцы, как я знаю, и перевыполняют их, извините, халтуру. Потому что они, как вам сказать, они делают свою работу, но не на 100%. Вот. А вот смотрите. В общем, 90%. В Северной Корее запрещается иметь телефон. В Северной Корее. Можно под расстрел попасть. Советская власть была бы, у нас ни интернета не было, ни телефона не было, ничего этого не было. Но, смотрите, в чем плюс был бы в советское время. Кот, мы и не знали, что такое интернет. Я не знал, к счастью, наверное, тогда, что такое телефон. Я только знал, что такое телефон, это который вот на проводе обычный. Но, посмотрите, как раньше даже люди знакомились. Как они просто... Люди забыли, что такое живое общение. Люди стали зависимы от интернета. Вот в этом есть некий свой минус. Люди перестали читать много книг. Люди все время находятся в интернете. На подряд вот этой самой радиации. И каждый стал этим зависимым. Люди разучились даже здороваться и просто дружить нормально после этого. В этом интернете сколько разгона вот этого вот всего гнева, провокации присутствует. Из-за этого всего и получается зло. Я лично одобряю, например, в 90-е, потому что тогда люди действительно знали, что такое живое общение. Действительно. А не то, как сейчас... Люди живут в одном подъезде и не знают, кто кого как зовут. Я понял. А вы читали Архипелаг ГУЛАГ Солженицына? Простите, я не услышал. Архипелаг ГУЛАГ Солженицына Александра Исаевича. Читали? Книга. О репрессиях. Что при сталинской репрессии погибло только где-то до 50-х годов 66 миллионов человек. Вот она, свобода. 66 миллионов загробили, убили, ни за что преследовали. Священников, казачество, дворянство, интеллигенцию. Все вырезали подряд. Расстрел. Это при Сталине? Да, это при Сталине. При Сталине, при Ленине. Получается, извините, если я не ошибаюсь, это жертва сталинизма. Да. Вот. Ну, какая это, когда убиты все. Вот у меня отец с фронта, смотрите, у меня отец с фронта пришел, вот так, руки нет у левой. И у нас в семье 10 мальчишек, это, 5 мальчишек, 5 девчонок. Инвалид войны. У матери три брата на фронте погибли. А у нас все в план выбирали. Мороженое и картошка только весной могли достать где на поле. Разные там рыжик, лебеда, кто гнилой пень растопщет. Это я еще, я уже помню это все. Все, абсолютно все в план забирали. Простите, пожалуйста, если я вас наверное перебью, но можно я сейчас задам один вопрос, смотрите. Вот раньше даже при Сталинизме или при Ленине было такое слово как уважение например у людях, когда даже в автобусе например младшего вступал вместо старшему, а не как сейчас. Уважение было, уважение было, правильно, но был страх животный. Люди на кухне боялись шепотом сказать, а Горбачев проскрепостил анекдот. Это я сейчас говорю так. Ну ладно. Если у вас будет желание, зайдите на наш YouTube, «Восвете Библии» называется. «Восвете Библии» «Восвете Библии» «Восвете Библии» Игнатий Лапкин и вы зайдете. У нас там 14700 роликов. Понял. Если вы думаете… А сколько подписчиков? 34 тысячи. Понял. И просмотров, 33 миллиона просмотров. Можно, пожалуйста, вы напишите, я просто могу не запомнить, мне немного иногда плохо. Это мне, у меня тут стоит система, я это надо разбирать. Может быть, запомните. Ну, сейчас, подождите. Я уберу, у меня тут микрофон, все стоит. Сейчас я, Господи, помилуй. Сейчас я тут немножко разберу. вот смотрите тогда, тут все сейчас будет. Господи, помилуй. Господи, помилуй, прости меня. Я не могу ущупать, где. Так. Я не знаю, это от вам будет, нет, это видно. Видно, нет? Пока нет. А вот, где написано, введите сюда текст сообщений или нажмите на английском Enter. А, вот, теперь вот пришло. Да, вот теперь пришло. Подпишусь на ваш канал обязательно. Вы тоже берегите себя. Вы на сайт зайдете, на сайт, когда зайдете на сайт, на сайт, и там вот так 55 папок, и отдельно ислам. И вы там просчитаете, я весь Коран разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. Вам будет очень интересно. Я, 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 я именно никаких нападок, нет ничего, просто делаю сравнение. Вот, чтобы Коран просчитать, по одному часу в день считать, нужно 16,5 дней. Ничего себе. Вот так? А он меньше, меньше Библии в 5,6 раза. И меньше Нового Завета в 1,14. Да, ну, честно говоря, сам до конца вот даже Библии не прочел. Да, вот я этим занимался специально, потому что у нас с мусульманами давнишние хорошие отношения. Но это, с одной стороны, даже хорошо, что у вас вот такая тяга к знаниям даже. У меня дедушка, дедушка привещал проезжавших казахи, там, мусульмане. И он их кормил, они у него ночевали, а другие не принимали. Говорит, мусульмане, там, кого они, нехристи. Но когда он поехал через их аул, его узнали, его стащили с телеги и на руках понесли и кричали. Это тот человек, который нас встречал. Ничего себе. Так, ну все, расстаемся, давайте. Мы выставляем все, мы в интернет все выставляем в интернет. Вы заходите, себя увидите, наша беседа будет стоять. Обязательно подпишусь на ваш канал, мы еще побеседуем с вами. А вам еще долгих лет здоровья. Спасибо, Христос. Найбудших благ вам желаем. Спасибо вам. Аллилуйя. Спасибо.